Я убедился не под силу нынешнего Министерства культуры. Идет третий год, а сын Михаила Девятаева продолжает ждать. Говорит, до сих пор не видел ни стоящих эскизов памятника отцу, ни места под его установку. Мы с вами как раз стоим напротив Министерства культуры, где было около 10 заседаний по этому поводу. Вопрос не двигается с места. За это время сохранить память о герое горожане пытались и своими силами. Вот яркий пример граффити под мостом недалеко от речного порта. Каждый знал и знает, там работал Михаил Девятаев. Работал в реч-порту, жил в Казани и никогда не кичился своим подвигом. Но вся страна знает, Михаил Петрович улетел из фашистского плена, да еще добыл данные, которые помогли создать космическую программу страны. Это должен быть монументальный памятник. Удалось объяснить, почему он должен стоять на Волге. Потому что отец с 1934 года провел всю свою жизнь на Волге. Хотя мэрия предлагала и несколько других городских площадок. Среди них сквер на улице Девятаева и небольшой сквер у реч-порта. Родственникам это место показалось не совсем удачным. То есть у них свой взгляд на памятник. И они хотели бы, чтобы образ Девятаева встречал гостей, которые приезжают, например, к нам со стороны реки Волга. Поиском окончательного места и выбором эскиза сейчас занимается специальная комиссия. В составе мэрии Минкульт на заседаниях участвуют родственники героя. По регламенту город предложил еще два варианта. Перед речным вокзалом и позади него, пока комиссия остановилась на первом. Речь идет о площади перед речным вокзалом. К нам в министерство это письмо поступило в июне месяце. Оно будет рассмотрено на ближайшем заседании по вековечиванию памяти. Я думаю, это будет у нас в июне или в первой декаде июля. Каким же будет сам монумент, смело смотрящим вперед или взмывающим ввысь, за три года так и не получилось решить наверняка. К комиссии не подошел ни один из 15 представленных вариантов. Поэтому, утвердив место, она объявит новый конкурс на новый эскиз. Ромень Шайдулин, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова